Наша сегодняшняя встреча с Владимиром Владимировичем проходит на фоне беспрецедентного нагнетания военно-политической напряженности в мире, о чем только что президент сказал. Учитывая остроту ситуации, мы с президентом много внимания уделили именно этой проблематике, обсудили наши возможные совместные действия, как ответ на агрессивное поведение западных партнеров. Еще раз хочу подчеркнуть, никто не хочет не просто войны, а даже обострения ситуации, каких-то конфликтов. Нам это не надо ни русским, ни белорусам, ни россиянам, ни белорусам. Наверное, вы, люди, посвященные проблематике, увидите, что это уже не зависит даже и от наших соседей, в том числе от Украины. От кого зависит нагнетание напряженности на наших границах, вам также очевидно. Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта, к сожалению, способного затянуть как воронку практически весь континент. Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков, не поддающиеся логике разумному разъяснению поведения руководителей стран-соседей, их прямо-таки болезненные желания пройтись по самому краю. Владимир Владимирович только что очень мягко сказал об обострении ситуации на Донбассе. Но, к сожалению, это так, там уже люди готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут, как нам известно. Это ненормально. У меня сложилось впечатление, что отдельные, облегченные и облаченные, прежде всего, высокими и ответственными должностями политики так называемого свободного мира просто патологически опасны и для окружающих, и, самое главное, для собственных народов. Уже через несколько дней, как было сказано, завершится совместное белорусско-российское учение «Союзная решимость-2022». Завтра у нас, Владимир Владимирович, совместное мероприятие на территории Российской Федерации, которое средства массовой информации будут знать. Что касается учений, завершающихся 2022, я объяснял его суть. Президент только что об этом сказал. В условиях возрастания военной опасности на наших границах, накачивания Украины оружием, Беларусь и Россия вынуждены искать адекватные способы отражения возможного нападения, в том числе на своих, как для Беларуси, южных рубежах. И нет ничего здесь удивительного, что мы присматриваемся к этим рубежам. Юга Беларуси – это почти полторы тысячи километров, чтобы защититься. Ищем точки, где нам прежде всего вести оборону. У нас в Российской Федерации общая система противовоздушной обороны, единая региональная группировка войск, то есть совместная армия, совместные центры подготовки специалистов, наконец, военная доктрина союзного государства. И мы все эти документы и направления нашей деятельности никогда, Владимир Владимирович, ни от кого же не скрывали. Это всем известно. Поэтому проведение учения – это наше общее обусловленное обстановка и решение. Да и проводим мы учения максимально транспарентно, на своей территории. При этом ни от кого ничего не скрываем. Все происходит под пристальным взглядом целой армии, атташе и прессы. За внешней политикой мы не оставили без внимания ход интеграции в союзном государстве. Четыре с половиной месяца прошло с момента подписания декрета Высшего Госсовета Союзного Государства. В нем утверждены основные направления реализации положения договора о создании союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ. Примерно на 30% мы продвинулись в выполнении этих программ. Что сделано по этим программам, как продвинуться, об этом уже сказано немало. И только что президент на это указал. Конкретно сейчас особое внимание сосредоточено на следующих направлениях. Налоговая сфера, таможенное сотрудничество, формирование объединенного рынка газа. Кстати, не меньше, а то и гораздо больше пострадают те, кто в санкционной войне полезно передавут. Это тема, к которой мы посвятили с Владимиром Владимировичем особое внимание. Потому что вот этот бандитизм, попытка навязать нам экономическую войну, она уже развязана против нас. Она нам дорогого стоит. Мы, конечно, научились уже противостоять этим санкциям. Укрепились, мы это констатировали, товарооборот между нами об этом свидетельствует. Но, тем не менее, мы вынуждены очень много внимания уделять противодействию санкционному давлению. И мы об этом сегодня очень много говорили. Я благодарен президенту России, вам, Владимир Владимирович, за те распоряжения, которые только что вы отдали руководству Российской Федерации, ничего не скрывая от меня в моем присутствии. Я вам за это очень благодарен. Но то, что мы, белорусы и россияне, выстоим и выйдем из этой гибридной войны, это уже понятно. Мы видим, как усилилась кооперация в промышленности, а в структуре двусторонней торговли появились десятки новых товарных позиций. И как диверсифицируются наши внешноторговые потоки. Мир большой. На все ворота замки не повесишь и все транспортные пути не перекроешь. Отдельный блок переговоров был посвящен экономике. Отрадно, что мы сработали неплохо в прошлом году. Несмотря на разного рода пандемии и вирусы, мы нарастили наш товароборот практически до 40 миллиардов. И это то, что можно учесть. А народный экспорт-импорт границ, что нет между Беларусью и Россией, это тоже миллиарды долларов. Важно, что и белорусская, и российская экономики активно росли весь год. И по темпам валового внутреннего продукта, и по производству промышленной продукции, и по многим иным. Направлением реального сектора экономики. Разумеется, мы говорили больше не об успехах, а о проблемных вопросах. Их становится меньше, но они пока есть. Обсуждали меры по поддержке экономики, укреплению финансовой стабильности, наращиванию деловой активности, развитию кооперации. Естественно, я проинформировал президента России о том, как Беларусь готовится к важнейшему политическому событию, к конституционному референдуму. Мы проведем его достойно. В интересах белорусского народа. И это не будет никак противоречить нашим отношениям с нашей братской Россией. Запад же активно пытается руками наших беглых, если не дестабилизировать, то хотя бы подраскачать ситуацию в стране. Там, правда, давно уже никто не тешит себя иллюзиями. Повтора августа 2020 года. Это важно. Это укрепляет уверенность в том, что вместе мы сумеем преодолеть самые сложные ситуации, противостоять любым вызовам, угрозам и построить наше общее будущее. И пусть даже никто не рассчитывает, что мы дрогнем перед какими-то сложностями, трудностями и проблемами. Повторю то, что я сказал совсем недавно. Мы не хотим войны. Но если кому-то не имется, ответ будет совершенно асимметричный. Наверное, все в мире это понимают. И в этом направлении, защищая безопасность своих народов и своих государств, мы будем действовать адекватно. И вот Владимир Владимирович заметил, я абсолютно с ним согласен, нас пытаются разорвать, развести. И не только Россию и Беларусь, но все те государства, которые настроены на единение. Это тоже не тот путь. Ничего не получится. Казахстан тому свидетельство. Мы это ценим. Благодарю за внимание.